Все ректоры в гости к нам в Орловском аграрном университете имени Николая Парахина встречу руководства Орловских вузов и областной власти во главе с Андреем Клычковым. Перед началом советы ректоров, знакомство с экспозицией, выставка достижений, дипломные проекты и научные работы. В период разложения 45 суток. Это из чего? Это крахмал, пшеницы и жон. Сколько стоимость такой тарелки, если выберем в небольшом количестве? Вот если себестоимость брать, то она стоит 10 рублей. 10 рублей, то есть если мы масштабируем, то она сразу цена уменьшается. Уменьшается, конечно, да. Орловский сельхозинститут ведет свою историю с 1975 года. Спустя 20 лет приобрел статус академии. В 1999 году она была преобразована в Орловский государственный аграрный университет. Сегодня Орел ГАУ – это четыре факультета. Агробизнеса и экологии, биотехнологии и ветеринарной медицины, агротехники и энергообеспечения, институты, многопрофильный колледж, научные подразделения. Наш центр занимается оздоровлением сельевого материала картофеля. В пробирках и из-за нерестемы мы получаем микрочеренки, размножаем их в нужном количестве, высаживаем в закрытой грунте, адаптируем микрочеренки и получаем мини-клубы. Сколько вам лет уже прожил, не из опытного интернар работы? Два года. На 2021 год уже? Мы благодаря нашим полям, но с интеграцией мы планируем там получать семяной картофели. На заседании Совета ректоров вузов Орловской области обсуждались вопросы соблюдения социальных гарантий для детей-сирот, формирование доступной среды для людей с особыми потребностями, исполнение антикоррупционного законодательства в Орловских вузах. Все прекрасно знают, что в рамках указа президента в Российской Федерации будут реализованы 12 национальных проектов. Официально два национальных проекта в сфере науки и образования, но каждый из национальных проектов в том или ином виде связан с образованием. Сегодня для области образование, будь то среднее, среднее профессиональное, высшее образование является одним из основных приоритетов. Не будет качественного образования, не будет у нас возможности удержать молодежь, не будет возможности привлечь современные инвестиции, технологии для работы в регионе. Весной этого года на пленарном заседании съезда Российского Союза ректоров президент Владимир Путин сказал следующее. Мы ставим очень сложные задачи перед отечественными вузами и рассчитываем, что они будут повышать свою эффективность и конкурентноспособность, избавляться от устаревших, отживших подходов. России нужна сильная высшая школа, которая устремлена в будущее. Только так мы сможем добиться прорыва в национальном развитии.